Доброго времени суток! С вами канал Artmania. Сегодня мы с вами будем готовить песочное тесто для печенек из крестьянского масла, купленного в магазине Светофор. Называется оно «Крестьянское лето». 500 грамм, 72,5 массовой доли жира. Такой большой кусок масла стоил в Светофоре в районе 50 рублей. Мне очень интересно, сколько же получится печенек, то есть вес печенек с 500 грамм масла. Обычно мы делаем 200 грамм, около 400, последний раз я делала много печенек. А тут прям 500, большая пачка масла. Может быть, конечно, это и маргарин, не знаю. Приглашаю вас на свою кухню. Добро пожаловать! Пойдемте делать со мной печеньки! Готовим с вами сегодня печеньки из песочного теста. И масло у нас «Крестьянское лето» из магазина Светофор. Здесь 500 грамм, 72,5% жирности общей. Оно у меня уже мягенькое, уже полежало немножко, пару часов. И мы его открываем. Оно, кстати, такое желтенькое. На него, кстати, был обзор у меня на канале. Все, оно прям уже готовенькое. И выкладываем мы его в чашку. Немножко разрезаем его ножом. Вот так. Мука. Так, у нас масло получается 500 грамм. То есть, полкило. Муки у нас 400 грамм. Там потом посмотрим плюс-минус. И сахар у нас будет по вкусу. Сейчас мы немножко масло так раскроем. И в него добавим... Давайте ложки 4, наверное. Добавим сахара. Потом попробуем, посмотрим. Раз. Два. Три. И четыре. Так, также нам понадобится миксер. Именно вот с такими вот жесткими штучечками. И миксером мы с вами взбиваем до однородной массы. И потом добавляем муку. Так, получается так, что 400 грамм муки не хватило на это масло. И сейчас я буду взвешивать еще масло. Ой, не масло, а муки. Так, ну вот у нас масло. Это тесто почти готово. А миксер уже плохо начинает справляться. Я еще 100 грамм муки добавила. Или взвесила еще пока. И мы по чуть-чуть добавляем. Вот так вот. И перемешивать мы будем дальше руками. Уже месить наше тесто. Ну вот оно, наше тесто готово. Здесь у нас получается 500 грамм масла и 600 грамм муки. То есть я думала, что будет 400 грамм муки. Это даже мне казалось, что это даже будет много. Потому что по моему рецепту это было много. Я до этого делала. Но на такую пачку масла выяснилось, что нужно побольше. Даже можно, в принципе, еще и сейчас дальше добавлять. Но я не буду. Так как боюсь, что они будут совсем, может быть, сухие. Или какие-то. Вот, в принципе, уже она готова. Ну вот, она лепится. Разравнивается. И можно его спокойно запекать. Делать какие-то кругляшки. Оно не настолько прям липнет к рукам. Ну, липнет, как бы, но оно не оставляет следы. Это хорошо. Так, накрыла я пищевой пленкой наше тесто. И убираем его в холодильник. Где-то на полчаса, на часик. Где-то так, чтобы оно отдохнуло у нас. Пришло в себя. Так, ну вот у нас настоялось наше тесто в холодильнике. Отдохнуло. И теперь можно лепить печеньки. Также я приготовила уже формочки. Здесь у меня... А, вот так. Там мишка, сердечко, бабочка. Я приготовила много, но не знаю пока, какие буду использовать. Грибочек, луна. Буквы Е, может быть, попробую еще. Вот, еще не пробовала. Зайчик, елочка, звездочка, птичка и цветочек. Какие-нибудь я буду пробовать. Так, кстати, мы их переворачиваем. Здесь вот есть такие вот бортики. А тут вот как раз вот их кладем вот так вот. Сразу перевернем. Чтобы потом только взять и все. Вот эти, кстати, две из 80-х годов. Она сделана, смотрите, более качественно, чем другие. Вот их тоже переворачиваем. Так, мишки, бабочки и сердечко. Вот, он охладился, холодненький. Можно еще его немножко помесить. Немножко он разогрелся. Вот, я его буду сразу делать на коврике силиконовом, которым отправлю в духовку. Сразу на нем буду делать. Сразу на нем буду делать. Вот так у нас выглядит наша первая партия. И тут нужно посмотреть те кусочки, которые толстенькие. Мы их немножечко приминаем, чтобы они были немножко потоньше, чем они тоньше. Ну, не совсем как бы тонкие. Они будут хрустящие. Их будет удобно кусать. Вот. У меня отсюда сбоку лучше видно. Вы у себя тоже смотрите обязательно. Вот бабочка здесь прям толстая такая. Совсем тонкие тоже делать не надо. Иначе они могут подгореть и будут уже они не такие вкусные. Просто где-то миллиметров пять, не больше. И не меньше. Так, ну вот наша первая партия. Мы немножечко приминаем. Те, которые у нас слишком толстые. Не надо нам так, чтобы они были толстые. И сверху мы будем с вами посыпать сахаром. Берем нашу ложечку. И чуть-чуть вот так вот посыпаем сахаром. И его немножечко придавливаем. Продавляем. Так. Вот мы посыпали сахаром. И теперь мы отправляем все это в духовку. До появления румяности. Ну, у каждого своя духовка. Поэтому дальше смотрите сами. Сколько минут у вас она будет там запекаться. И также это у нас была первая партия. И точно так же мы проделаем с остальным тестом. Потому что осталось вот еще у меня много. Все абсолютно точно так же. И потом я покажу конечный результат. Что же у нас получилось. Так. Ну вот наши печеньки готовы. Вот такие вот они получились. Все равно получились немножечко толстенькие. Хоть я и старалась, и раскатывала. Ароматно очень пахнут. Попробую я вот этого маленького мишку. Здесь немножко, смотрю, я сбоку у меня поджарились. С той стороны вот тут звездочка тоже. Вот зайчики немножко потоньше. Давайте их попробуем. И сахар, кстати, он не расплавился. Когда я делала первый раз в жизни свои печеньки. Я боялась, что сахар расплавится. И всегда почему-то думала, что им посыпают потом. Но нет. Все хорошо. С ним он блестит. Пробуем. Вкусные такие, рассыпчатые. Сахара маловато. Можно было, в принципе, сахара побольше. Я, по-моему, добавляла там 8 ложек столовых. Можно побольше. 10-12 может быть. Поскольку и муки довольно было много. Ну, немножечко толстоватые. Нужно было все-таки постараться сделать потоньше. Но почему-то вот это вот масло получалось так, как будто оно дрожжевое. То есть, я его раскатываю, а оно сужается. Его опять раскатываю, а оно сужается. Либо муки я добавила слишком много. Хотя оно никак не становилось тестом. Либо это масло просто такое. Масло, на самом деле, было из светофора. Оно было дешевое. За 500 грамм 50 рублей там с чем-то было. Скорее всего, я думаю, наверное, масло. Потому что до этого я сколько раз уже делала. У меня всегда все получалось. И всегда тесто было нормально. Ну, и тут, соответственно, печеньки, они получились немножечко другими. Чем, допустим, обычно бывает песочные у меня. Хотя какие-то они прям вкусные. Хотелось, я помню, есть, есть, есть. Это уже немножечко другие. Масло другое. То есть, получается у нас и печеньки получились такие тоже другие. Но, в принципе, все равно очень вкусно. Мне понравилось. Такие вот, смотрите они. Может быть, они просто потому, что получились у меня толстые. Может быть, поэтому так кажется. Но все равно вкусные. Или, может быть, муки было много. Наверное, мне кажется, может быть, муки было много. Очень они красивые. Не подгорели на силиконовом форме эти коврики. Вот, вторая партия сейчас запекается. Там, я смотрю, они потолще получаются все-таки. Я уже там как раз торопилась. Вот. Не буду вас томить. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Вот. Может быть, вы знаете, в чем проблема. Почему они получились немножечко другими. Вот. И также смотрите мои другие ролики. Мои также кулинарные рецепты, обзоры. На мои влоги, как мы с сыночком гуляем. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok